Отражение библейских сюжетов в меднолитой пластике. Складни, иконы и кресты, как примеры промыслов русского старообрячества. 160 экспонатов с многовековой историей, обереги людей, ставшие культурным наследием. Это произведения из медного сплава, которые выполнены в технике литья по форме. То есть жидкий металл заливается в специально подготовленную глиняную форму, обжигается и застывает. Все произведения, выполненные даже по одной отливке, отличаются между собой. И в том числе их разница подчеркивается использованием цветных эмалий. В 1723 году по указу Петра I изготовление подобных предметов было запрещено. Поэтому создавать их было прерогативой старообрядцев. А знания и умения передавали из уст в уста. Что еще больше осложняет работу музейных работников по определению возраста и ранга экспонатов. Меднолитые иконы покупали привилегированные слои общества и простолюдин. Отличить, кому же принадлежала вещь, можно по сложности работы. Вот это, например, явно сожиточным людям. Здесь и более сложное литье, и богатые росписи малю. Это уже наоборот отличает аскетичное убранство. Такие иконы из-за прочности материалов часто брали с собой в поездки. И, конечно же, передавали по наследству, как предмет личного благочестия. Название выставки «Очищенный огнем» действительно передает специфику отношения самих старообрядцев. Для них огонь нес очистительный смысл. И вот этот образ медный, литой, который проходил через огонь, он фактически становился нерукотворным. Выставка проходит в рамках 24-х болцевских чтений. И если 21 марта музейные работники уже завершат свою научную конференцию, то полюбоваться сакральными изображениями можно будет до ноября 2019 года. Наталья Антонова, Сергей Мазилов. День событий.